Три неочевидных признака старения лица, что вас старит и что с этим делать. Все в старении обвиняют кожу, то есть самое большое внимание, когда мы говорим о старости лица, естественно, мы подразумеваем кожу, мы ее увлажняем, напитываем, колем, препарируем, только для того, чтобы она стала более красивой и упругой. Я не буду это отрицать, от кожи, действительно, от здоровья кожи много зависит, как вы выглядите, рано ли появятся морщины, но есть три неочевидных признака старения, и я вам сегодня о них расскажу. И досмотри этот ролик до конца, потому что в конце я дам отличное упражнение на работу с костями черепа. Был ли у тебя такой период в жизни, когда ты смотришь на себя в зеркало и понимаешь, что лицо точно поменялось, и нет видимых причин, да, то есть там морщины не появились, кожа не обвисла, ну ты точно вот этим взглядом улавливаешь, что что-то не так. Если у тебя такое было, обязательно ставь лайк этому видео. На самом деле есть невидимый враг старости, это кости черепа. От черепа зависит очень много. Какое строение черепа, такое у тебя будет индивидуальный рисунок лица, то есть у кого-то широко поставлены глаза, у кого-то большая улыбка, да, раскрытая, у кого-то держится хорошо овал, у кого-то высокий лоб, то есть все зависит от костей. И точно так же от костей зависит, какая зона будет стареть у тебя быстрее всего. Мой хирург говорит, что с 12 лет, то, что какой рисунок был заложен, да, такую форму будут принимать кости черепа. Поэтому человек с возрастом может очень сильно измениться. Но помочь деформироваться костям мы можем сами. Это, допустим, когда мы не следим за зубами, за прикусом, когда мы не занимаемся гимнастикой, когда у нас нарушена осанка, когда у нас были какие-то болезни, переживания, либо какие-то удары, неправильно принятые роды. Кстати, очень сильно большое влияние оказывает настроение черепа, как были приняты роды. Если у вас был какой-то удар, не знаю, маленькие упали с качели, с велосипеда, деформация от этого удара, о котором в случае вы давно забудете, но будет тоже влиять на то, как будет вести себя лицо. Первый признак старения – это наши глаза. Будет два типа старения у глаз. Либо это с новейшим веком, либо это утопленные глаза, что называется лысая века. Знаете, когда глаза просто втягиваются вовнутрь. У тех, у кого строение лобной кости очень высокое, то тканям тоже ездит натягиваться. Чаще всего у обладательниц такого лба лоб всегда красивый. Но есть такое строение, когда лобная кость расположена очень низко, и тогда уже с самой молодости глазная щель, то есть верхнего века, его практически не видно. Яркий пример строения таких глаз – Николь Кидман. Когда у нас изначально от того, что лобная кость очень низко, вот ласкуют кожи, да, то есть веки, получается, которые наезжают. И это с детства. Но с возрастом это усугубляется. Так вот, если изменилось положение лобной кости, то лицо, несмотря на то, что нет морщин, оно приобретает уставший вид. То есть есть ощущение, что вдруг глаза стали более печальные. С этим работать можно, на самом деле, когда мы работаем на осанку и на то, чтобы расслабить шовное напряжение внутри черепа. Также воздействуем на кость Максилу, которая просто может у нас горизонтально чуть-чуть подняться. Мы можем поднять эту зону. То есть веки можно сделать более приподнятыми, и глаз будет раскрытый. Этим мы занимаемся на курсе осанка и на курсе остеокоррекции, остеомоложения, когда я работаю с костями черепа. Кому интересно поработать как раз-таки с костями черепа, а также исправить осанку, под этим видео есть ссылочка, нажимай и присоединяйся. Вторая причина, да, это средняя зона лица. Все понимаем, что здесь находятся глаза, вот, а также вот скуловая область. И не буду долго говорить про анатомию. Самое важное, что вам нужно знать, что глазница с возрастом может менять свое положение, то есть они начинают разворачиваться, опускаться, тем самым закрывают уголок глаза, то есть бывает вот так закрывается века. Есть разница, да, наплывшая века сверху, либо закрытие уголка глаз. Это разные виды старения у глаз. Мы на курсах остеомоложения делаем коррекцию, массаж верхней челюсти, упражнения для него, а также упражнения для скуловой области. Потому что вот эти скуловые косточки больше всего любят разворачиваться и менять свое положение из-за закрытого грудного отдела. То есть если вот у тебя сутулась и кифоз, это воздействие будет на скуловую область, и косточки начнут просто менять свое положение, буквально провалят глаза. Правильно развитые кости черепа – это горизонтальные, то есть когда лицо выросло объемно вперед и в стороны. Когда хорошая у нас челюстная дуга, верхняя кость максила, нижняя челюсть правильно развивается, скуловые косточки все развиты, и тогда лицо а-ля 3D такое, да, получается. И оно очень устойчиво к старости. То есть такое лицо стареет медленно и красиво. Еще расскажу пример шикарной Дженнифер Лопес с ее горизонтально развитым типом. А есть вертикально развитый тип. Это когда лицо узкое, может быть недоразвитие нижней челюсти, то есть она вниз, она поджимается, может быть недоразвитие маленькая верхняя челюсть, либо утопленная верхняя челюсть. Тогда лицо выглядит как бы вытянутым или плоским. Пока молодая женщина, да, и у нас хорошая подкожно-жировая ткань, то есть вот это вот все полотном закрыто, какие там кости узкие, недоразвитые, никто ничего не видит. Но когда мы начинаем стареть, жировая ткань уходит, кости черепа также меняют свое положение, прям явная видимость. Хороший пример – это Джулия Робертс. Шикарный пример, как кости меняются в свое положение и деформируются. И как раз-таки есть шикарное упражнение, его вывел американский стоматолог Джим Ю, который называется Мьюинг в честь его фамилии. Сейчас, в принципе, такой тренд на это упражнение, его просто нужно делать реально правильно. Те, кто занимаются, результаты дают колоссальные, да, когда мы воздействуем на верхнюю челюсть и можем менять ее положение микроподвижками, тем самым омолаживая и зону глаз, и устраняя носогубные складки. Напишите в комментариях, делаете ли вы упражнения, которые я даю на канале, и хотите ли вы, чтобы их было больше. Третья причина, которая может влиять на то, что изменилось ваше лицо, это моя самая любимая тема, это верхняя и нижняя челюсть, ее строение, а также наша зубочелюстная система. Если вы за зубками, за прикусом не следите, то ловите привет от поплывшего овала лица, а также от первых носогубных складок. Напомню, что правильное развитие лица это горизонтально развитая, хорошая верхняя челюсть максила и нижняя, которая развивается всегда под верхнюю, с хорошим углом молодости, и если у вас развитие это произошло, то ткани будут всегда натянуты, как хороший холст на багет. И если так случилось, что как раз у тебя есть эти признаки, да, там маленькая нижняя челюсть, либо утопленная максила, узкая челюсть, то первое, что будет страдать, это носогубный треугольник. У меня куча таких клиентов, которые там могут похвастаться, что глаза хорошие, там лоб прекрасно держится, но у них все ткани начинают сминаться вот в области носогубного треугольника, то есть морщинки вокруг губ, западание рта вглубь, брылы, поплывший овал, это вот как раз таки все из этой области. Расстояние от носа до губы с возрастом увеличивается, и это говорит о том, что кость максила, верхняя челюсть, начинает принимать вертикализированное положение, то есть череп с возрастом уходит вниз, он как бы из вот такого объемного, молодого, красивого лица становится вертикальным, узким и плоским, и тащит за собой все мягкие ткани. Поэтому мы с тобой должны влиять и следить за правильным положением верхней челюсти, а точно так же за ее горизонтальное расположение. Это приводится в порядок, когда мы работаем с прикусом, то есть я говорила, что высота зубов, правильный прикус, все жевательные зубы должны быть на месте, только так лицо удерживается. И точно так же работа ручными техниками, те, что я показываю на курсах, массаж челюсти, работа с апоневрозом, с другими костями черепа, для того, чтобы верхняя челюсть держала свое горизонтальное положение, чтобы у тебя вот эта зона лица была расправленная всегда. Поэтому, когда ты на себя смотришь в зеркало и понимаешь, что что-то пошло не так, лицо другое, я бы тебе рекомендовала обратить внимание на строение челюсти и на свою зубочелесную систему. Следишь ли ты за этим? И сейчас я тебе покажу очень легкое упражнение, которое я использую, ну, частенько в течение дня могу сделать, вот, использую его на курсах. Я его называю качание костей черепа. Многие смеются над этим названием, мне нравится. Кости между собой, сшиты швами коллагеновыми, они пластичны, то есть мы можем влиять на то, что мы на них можем, можем их раскачивать, грубо говоря, как бы давать им подвижность, пластичность, это очень полезно для черепа и для нашего лица. А остеопаты еще иногда этим упражнением убирают головную боль, то есть в течение дня если туманная голова, если что-то прям тяжелое такое, да, вот в голове, болит голова, попробуй это сделать. Здесь нужна твоя плавность и медитативность, то есть ничего резко делать не надо и не думай, как ты делаешь. Ставишь руки на височную область и начинаешь постепенно сдавливать череп, направляя руки друг к другу, то есть движение вот такое. Не вот так, а вот у тебя руки, пальчики вот здесь, а вот так, как будто ты раскачиваешь. Очень важно следить в этом упражнении, чтобы не напрягался затылок, иначе упражнение на смарку. Если ты уже почувствовала, что тут перенапряжено все, тогда облокотись к стенке, это поможет тебе снять давление с задней области. Итак, первое движение будет 10-15 раз. Ты сдавливаешь, отпускаешь, сдавливаешь, отпускаешь. Далее ставим руку на лоб, вторую на затылок, и делаем то же самое, только уже теперь лоб, затылок. Точно так же руки навстречу друг к другу. Попробуй этот прием. Я думаю, даже сейчас уже полегчало. Всегда, когда сделаешь, такое ощущение, что ух, прилив в голове. Попробуй это движение, это упражнение делать 1-2 раза в день, и понаблюдай за своим состоянием, намного улучшится. А вообще, на примере звезд очень круто разбирать деформацию черепа, потому что я вижу, вот они были в молодости, вот такие они и сейчас. И если тебе интересна особо какая-то звезда, особенно интересна, напиши ее в комментариях, я все прочитаю, выберу и сделаю разбор. Субтитры создавал DimaTorzok